В республиканский бюджет внесли очередные корректировки. Казна стала тяжелее. Дополнительные средства планируют направить на реализацию государственных программ. Проект бюджета сегодня рассмотрели члены правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Собственные доходы бюджета увеличились на 400 миллионов рублей. Крупные суммы поступили от налогоплательщиков. Общий объем доходов за планированную сумму 43 миллиарда 690 миллионов рублей. Планируется рост и собственных доходов на 2%. Безвозмездное поступление из федерального бюджета составит 17 миллиардов 482 миллиона рублей. Если сравнивать аналогичный период, вернее 2016 год, то к 2016 году увеличение предусмотрено в размере 11,4%. Расходы этого года увеличиваются. Более 1 миллиарда рублей планируют направить в сферу медицины. Свыше 700 миллионов для модернизации больниц, 400 на продолжение строительства многопрофильной поликлиники по проспекту Ленина. На продолжение реконструкции здания стационара детской инфекционной больницы по улице Гладково города Чебуксары предусматривается дополнительно 61,2 миллиона рублей. Об этом тоже были вопросы в наш адрес. И эти средства позволят нам по тем уже предусмотренным дорожным картам своевременно вводить эти объекты в эксплуатацию. Порядка 200 миллионов в Минфине планируют направить на повышение зарплаты работникам культуры и педагогам. До конца этого года за счет бюджета в школах республики намерены оснастить и специальные классы для дистанционного обучения физики. Занятия для учеников будут проводить преподаватели ЧГУ. 46 миллионов рублей только на оснащение оборудования. Но это не всем школам, а отдельным школам, которые в этом проекте участвуют. И рассчитываем в последствии эти студенты, как выпускники уже, как специалисты, будут работать на развитии реального сектора экономики. Кроме того, в рамках совершенствования системы среднего профессионального образования планируется приобретение программного продукта для электронного обучения детей. Еще одна статья расходов – модернизация спортивных объектов. На эти цели запланировали более 40 миллионов. В правительстве планируют увеличить и объемы дорожного фонда. Решается вопрос о выделении бюджетного кредита в помощь троллейбусному управлению. Правда, пока в правительстве региона не получили конкретного плана оптимизации предприятия. В целом, мы план приняли, мы его подписали 16 октября текущего года. С Министерством транспорта пока не согласовали. Но для себя работа принята в исполнении. В окончательном варианте, когда вы утвердите его для того, чтобы провести определенную оптимизацию финансового оздоровления и так далее. Для меня вот это не совсем понятно, значит, насколько можно затягивать. С мая месяца, вот до сих пор, даже с прошлого года, до сих пор не можем утвердить. Фиксируем протоколе. План финансового оздоровления администрации города, надлежащим образом оформленный, не представлен кабинет министров для того, чтобы посмотреть, какие деньги мы будем выделить. Члены правительства утвердили и план капитального ремонта на три года вперед. Планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 678 многоквартирных домах общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В этих домах проживает почти 80 тысяч человек. Кроме этого, по этой же программе оснащаться будут 125 многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета, потреблением ресурсов и узлами управления. Работы по капитальному ремонту должны начаться и завершиться в срок. Глава республики поручил наладить тотальный контроль за подрядчиками. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.